Слушаю новую песню Ева Власова, мне нравится эта певица. Слушайте «Боль от потерь за дверь и не смотреть в глазок». То есть отпустить ситуацию и не отслеживать, что там происходит. Потому что, например, кто-то расстаётся, начинает смотреть, а как там человек без меня, наверное, страдает, мучается. И мне эти строки очень понравились. Сейчас я вам включу. Где-то в середине февраля я подписалась на встречу. И это была встреча с психологом, то есть бесплатная. Там, получается, был специалист по когнитивно-поведенческой терапии. Первое – это мы с вами абсурдим такую фразу. «Нами управляет только то, чего мы не можем допустить». Что-то, на что у нас идёт какая-то сразу ответная реакция, триггер. Например, смотрите, да, вот у вас есть свой канал, и если вам кто-то там, какой-то человек пишет что-то негативное, и у вас возникает вот эта реакция, отторжение. И вы не хотите этот комментарий принимать. И вами, получается, это управляет. В том плане, что у вас сразу это влияет на настроение, да, если вы реагируете на это, естественно. И у вас, например, там была улыбка на лице, а тут сразу как-то стало грустненько и так далее, да. Ну вот как пример, да. Кстати, я по поводу хитровых хотела сказать. Я просто буду этих людей игнорировать. Как бы я их пока не баню, да, я их оставляю, чтобы вам как-то было интереснее, там, веселее читать. А я, например, я сейчас просто, например, я вижу ник, я даже не читаю комментарий. А если это, например, человек, который мне нравится, или это какой-то неизвестный человек, тогда я смотрю комментарии. Ну и второй пункт, это он рассказывал о том, что научно доказано, как помогает такая техника, которая называется Mindfulness. Так, сейчас я подключусь к экрану, покажу вам. Если говорить просто, это умение уделять 100% внимания текущему моменту. Это значит, что если вы смотрите на свои ботинки, весь ваш мир – это ботинки. В текущую секунду. Так, зачем это нужно? Улучшение памяти, уменьшение стресса, тревожности, улучшение сна, улучшение отношений. Выделите время и место. Лучше всего подобрать такие условия, когда вас никто не потревожит, и вы сможете побыть в тишине и одиночестве. Достаточно всего 10-20 минут в день. Хорошо, если это будет на природе. Почитайте, потому что если верить тому, что он нам рассказывал на лекции, это прямо научно доказано, как помогают эти техники. Выделяйте, он говорит, хотя бы 10 минут в день себе на такую технику. Ну вот это название можете вбить в поисковик, почитать. Если вам это требуется, да, вот эти пунктики, которые здесь были, улучшить память, уменьшить стресс, тревожность, улучшить сон, улучшение отношений, да, почитайте. Следующий пункт, третий, это упражнение. Как вам сдержать себя, когда в реальной жизни, да, вот этот человек напротив пытается вам испортить настроение. Ну, говорит там, например, что-то негативное. Упражнение «бросить якорь». Что это значит? Например, как мы привыкли. То есть вот нам сказали какую-то фигню, да, и мы на себя надели. То, что нам сказали, мы на себя эту маску надели. И потом уже там начинаем. Кто-то с ней смирился, кто-то на неё зло отреагировал, у кого-то там ещё какая-то реакция на это пошла дело. Например, ты дур, ты эту мысль, да, всё, ты не надеваешь эту маску на себя. Ты держишь вот эти слова где-то рядом с собой, да, то есть ты не проецируешь на себя эти слова. А не просто вот как что-то рядом с тобой находящееся, и дальше ты уже начинаешь думать. Так, а какое отношение это имеет ко мне? Это вот этот человечек озвучил. У него какие-то проблемки, да, как это относится вообще. То есть всё, вы на себя это не примерили, вы смотрите со стороны на это, да, что-то вот такое. Рядом с вами вам сказали, и вы так на это смотрите. Так, а зачем мне это на себя применять? Вот просто в какой-то конфликтной ситуации у вас не получится это вот сразу исполнить, потому что мы уже привыкли реагировать каким-то определённым образом, да. Кто-то там ответит в ответ что-то, да. У нас это всё уже в мозгу запрограммировано, как на эти ситуации реагировать. Поэтому, чтобы что-то поменять, мы должны вот даже в каких-то нейтральных ситуациях замечать вот эти состояния. А мне сказали так, что-то хорошее сказали, что-то плохое сказали. Держим просто где-то рядом с собой. Не надеваем это на себя, не примеряем на себя эти слова. Будь они хорошие, будь они плохие, держим где-то в стране. И вот когда вы научитесь просто даже в спокойной какой-то ситуации, да, вот он говорит, даже каждый час можно посвятить какой-то день и каждый час отслеживать вот эти вот состояния и держать вот эту мысль отдельно от себя. Со временем, уже даже в какой-то конфликтной ситуации, вы научитесь, несмотря на то, чтобы всю жизнь у вас была реакция какая-то определённая, со временем, если практиковать, вы научитесь не проецировать это дело на себя. Ни хорошее, ни плохое. Вы просто принимаете это как вот какие-то слова, которые были произнесены в ваш адрес, а вы уже там их или как-то анализируете, или игнорируете, ну то есть вы понимаете, да. И последняя, эта книга, которую он посоветовал, автор Расс Херрис, называется эта книга «Ловушка счастья». Потом, если я её закажу и почитаю, я вам расскажу. Ну вот такие четыре пункта, которые я выделила и которыми я захотела с вами поделиться. Вдруг кому-то из вас это будет актуально, полезно, ну и просто интересно посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok